Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по богодухновенной псалтире. И сегодня мы читаем псалом. Это псалом 132 из группы псалмов «Песни степеней» или «Песни ступеней». Этот псалом небольшой, всего три стиха, и в то же время он содержит в себе слова, которые на слух распознаются многими верующими. И мы читаем, вот что хорошо и что приятно, это жить братьям вместе. Можно сказать, что этот псалом является гимном церковной соборности. Вот что хорошо и приятно, это жить братьям вместе. Действительно, это великое счастье принадлежать к народу Божию и наслаждаться общением с чадами Божьими. И, собственно говоря, благо вечной жизни будут заключаться и в том, что мы, пребывая в вечном общении с Богом, будем пребывать и в общении друг со другом, в общении святых. Вместе, то есть единодушно, совокупно, один приемлющий другого. Это то же, что мира на голове, стекающая на броду, на броду Аарона, стекающая на края одежды его. Эти слова мы, священники, читаем, когда облачаемся в Эпитрахиль, который является символом народа Божия. В древности Эпитрахиль — это ораль диакона, который просто перебрасывался и свисал уже с двух сторон в случае со священником. А чтобы он никуда не делся, в византийской традиции стали соединять. У латинян до сих пор Эпитрахиль по-древнему — это только ораль, который свисает с двух сторон, будучи переброшен и через второе плечо. То есть диакон в своем служении подставляет как бы только одно плечо, священник — два. Это и образ овцы, который Христос берет на плечи, возлагая на грудь и несет в дом Божий. Это то же, что мира на голове, стекающая на бороду, на бороду Аарона, стекающая на края одежды его. То есть это счастье, общение с людьми Божьими. И третий стих — это что роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, это там заповедовал Господь благословение и жизнь до века. Надо объяснить, что края одежды, на которую стекает мира, края — это цицит, это кисти, которые напоминают нам заповеди Божьи, по закону Моисееву, в эти белые кисти, нити, а вплетали одну голубую, как символ небесного происхождения закона. Значит, имеется в виду наше общение с людьми, которые стараются жить по заповедям Божьим. И мир стекает на бороду Аароня. Борода — это символ зрелых лет, это символ старости, сказанное пред лицом Седова «Вставай», то есть почтить надо священника в народе Божьем. Это что? Роса Ермонская. Гора Ермон — это от рук Ливана, она находится на севере Палестины. Сходящая, Роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там, то есть в мирной жизни на Сионе, по истолкованию Афанасия Великого, Златоуста и Феодорита, заповедал, то есть обещал даровать Господь благословение и жизнь до века. Таким образом, мы видим, что каждое слово, оно стоит на своем месте, и хотя три стиха, но мы получаем назидание из чтения этого гимна «Соборности, единства народа Божия». Действительно. «Се, что добро или что красно, как это звучит по-славянски, но ежи жити, братья вкупи, яко мира на голове, сходящая на броду, броду Ароню, сходящая на аметы одежды его, яко роса Айрмонская, сходящая на горы Сионские, яко тама заповеда Господь, благословение и живот до века». Давайте посмотрим, как это звучит с еврейского. «Песнь ступеней, ступеней от Давида, вот как хорошо и как мило так же сидеть, братья, вместе». Здесь как бы еще идет аллюзия с общей трапезой. «Как добрый елей на голове, что стекает на бороду Арона, что стекает по устью его одеяний, как роса Хермона, как роса, что нисходит на горы Циона, ибо там заповедал Господь, благословение, жизнь навеки». То есть жизнь навеки для пребывающих в единстве с народом Божьим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова